Поздравляю вас! Кроме этого, мне есть право податься, после того, как преподавал самим владелецом, мне есть право податься. Поэтому еще раз попросил вас. Данная написка содержит доказательства незаконности действительного реального ПЕС. В данном подписке мы вам указываем, поскольку мы еще не пришли к сути рассмотрения другого существа. Сейчас мы находимся на стадии возврата иска, то есть решим вопрос о применении. Хорошо, тогда ваше честь. Позвольте сначала обучить саму операционную голову. Часто? Да, как так, надо. Если вы позволите, поддальше будем поддальше. Хорошо. Главное, наступки, часть гибридов процесса. Мой доверитель, кайсалам, Фанат Кальканович. Мой доверитель, кайсалам, Фанат Кальканович, участвовал в ходе выборов президента Республики Казахстан в качестве наблюдателя от общественного фонда «Школа Барсона» и ценности предпочтения. Во время выборов на избирательном участке номер один из города Алматы, кайсалам, Фанат зафиксировал на видео в момент броса большого количества бюллетеней избирательного уровня. Просто сделали члены избирательной комиссии этого избирательного участка. Своими действиями члены избирательной комиссии не только нарушили законы о выборах, но и совершили уголовно-нагазуемые деяния, собирая существенные составы преступления, предусмотренные статьей 21-го уголовного кодекса Республики Казахстан. Но больше вреда не мы несли всей избирательной системы Республики Казахстан. Так как это видео быстро распространилось по соцсетям и получили огромную популярность в Казахстане, мы его за его пределами. Виде, которое сделал Кайсалам Фанат, показал нам вследствие всему миру, в каком площадном состоянии находится вся наша избирательная система. Собрал достаточно доказательную базу 20 июня 2019 года, Кайсалам Фанат подал заявление в Алтавский районный суд города Алматы об отмене протокола репутата голосования на выбор президента Республики Казахстан на избирательном участке номер 11 Алтавского района города Алматы. Но 24 июня 2019 года определением судья Алтавского района суда города Алматы его заявление было возвращено со всеми материалами дела. В данном определении судопеды в дистанции мы не согласны, считаем мы незаконным и подверждающим отмене последующего обстоятельства. В своем определении судопеды в дистанции админируется свои доводы тем, что как видны и собираются заявления о на входе от имени наблюдателя, однако заявление не приобщен документ, подтверждающий, что заявитель является наблюдателем политической партии или иных общественных объединений. Нарушение подкупыта первого, в части первой статисты за руководитель гражданского православного кодекса в Казахстан заявление не предположено в Европе. Доводы судей первой статисты не сочетаются в действительности, поскольку заявление было ввода над имя физического лица, а данные заявления указаны в водной части искового заявления и удостоверенные электронами в правой подпись, так как заявление было ввода над формой электронного документа. А что касается копии удостоверения нормандателя, то это недостающий дополнительный документ, который не является недостатком, который невозможно было устранить на стадии подготовки дела в судебном разбирательстве. Потом, в подпункте первой части первой статисты статисты за руководитель гражданского православного кодекса, на что ссылается судья на все это, указаны совсем другие требования, а именно документ, подкрытающий о направлении копийского заявления о печи, что к особому несловому производству отношения не имеет. Далее, при внесении определения, суд основывал свои доводы на том, что за ежедневным качеством не соблюдены требования под пунктом 5, пунктом 3, ст. 23.1 Казахстана закона Республики Казахстан о выборах Республики Казахстана. Им не предоставлены доказательства, которые обосновывали бы и подавали бы проверки, указываемые импакты. Как известно, согласно пункту 2, ст. 64 гражданского православного кодекса, в качестве допустимого доказательства могут соревноваться аудио, видеозаписи, в том числе полученные приборы наблюдения для фиксации, материалы фото и киносъемки, другие материалы на электронном сопроводке иных материальных носителей. При этом, в пункте 1, ст. 373 Гражданского православного кодекса указано на то, что доказательства предоставляют заказательства через судебный комикрон. Но, к сожалению, эта функция в этом портале не работает. Поэтому заявитель приложил ссылку на блог-диск, а сам CD-диск рассчитывал принести на здание подготовки дело к судебному разбирательству. А судья Мисеевова, если того, а если подготовка к судебному разбирательству, не могла бы указать на недостающий конкурс для старения наблюдателя, не ознакомилась бы с его доказательствами, записанной CD-диск, предпочла отписаться, указав на несуществующую норму действующего законодательства и судебному разбирательству, что, ввиду сокращенных срок просмотрения данных категории идет, устранить данные недостатки на здании подготовки дела к судебному разбирательству судья считается невозможным. Законодатель статисты 152-го прогноза социального блог-кодекса в полном объеме указал матья обстоятельства, при которых суд может возвратить рисковое заявление. Но ни один из пунктов указанного определения судебного инстанции не попадает под эту статью. Все условия статиста 48 гражданства православного розыска доявительно были соблюдены. Обсутствие дополнительного документа, только удостоверяя наблюдателя, и доказательства на Сибирске можно было устранить и на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. О требовании указанного документа 3-й статисты 152-го гражданства православного розыска, на котором судебный все это основывало свою роль в принесении определения особо-мискового производства отношений вообще не имеет. Так как, первое, в особо-мисковом производстве документ, подтверждающий направление отечества в том числе заявлений не предусмотрен. Второе. Госпошлиным он оплатил, хотя согласно в пункте 9-й статистике 616-го гражданства Республикарстан от уплаты государственного почвенного суда освобождается заявительных о заявлении о нарушении избирательных права граждан и общественных объединений. Доверенность не нужна, поскольку заявление заявитель подала своего имени. Четвертое. Досудебный порядок урегулирования спора с законом не установлен. Пятый. А указанного в определении часть 1-го приманения статисты 149 в действующем процессовой области вообще не существует. На основании сложного в соответствии под пунктом 2-й статистике 429 гражданства Республикарстан просим в суд отменить определение судья Алтавского района суда города Алматы и Мусеидовы по 24 июня 2019 года полностью предъявлять гражданское дело на новое рассмотрение суд первой дистанции. Дороге再堂 Да, таковыцane. Для встречи, у меня подательство а вы支ение направлений о обнаружении при помощи состава четырехсостояния но без рассмотра самого виде видео смысла не будет липнуть. Поэтому еще раз податки уместят поставить 10, чтобы могли их рассматривать. Потому что сам смысл. Дело в том, что там такого, ваше действие. Мы не нарушаем, мы нарушим голосование порядка. Или ваше ходатайство, вы слышите. Как я прошу? Аминам, вы слышите? Продолжение следует. Продолжение следует. Если мы его оставим в такой виде, у меня есть дополнительное подателство по представлению Казахстана Союза. Дело в том, что само заданное подателство противоречит все эти действия. Один словом, они дают дальнейшие продвижения нашего дела. Если данное подателство, то у нас 8 судов прошло, из них я на втором, в качестве представителя. И все определения с первой и второй дистанции, они как под картинку идут. Поэтому мы знаем, что если мы сейчас промолчим на этот суд, то мы выйдем отсюда без результата. Но сам смысл, если не просмотреть это видео, то самым смыслом это моего дисциплины дальнейшего видео. Поэтому еще раз нашу честь с ходатайствием о том, чтобы поставить этот диск, чтобы мы могли его рассмотреть. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Это повышение следует... Хорошо. Продолжение следует... После 9-ти выборов президента Республики Казахстан, прошедших 9 июня 2016 года, наблюдателям города Алматы были поданы 8 заявлений о признании выборов на эти избирательные участки не действует. По истечении времени предусмотренных для рассмотрения данных заявлений, все 8 заявлений были возвращены со всеми материалами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вынесены по вопросам возврата заявлений, а журналований не поддерживают. Я в этом отношении говорю, что мы знаем, что именно 7 из 8 мы это определение получили, что в данный момент мы знаем, что и 8 такой вопрос, поэтому мы настаиваем о том, чтобы просмотреть видео. Согласно части 2-й статей 13 конституции Республики Азастан, каждый имеет право на субберную защиту своих прав и свободы. Мы на вытателе города Алматы считаем, что судами первой инстанции были нарушены наши конституционные права на судебную защиту, наши прав и свободы, а именно право на вытателе указано по пункте 6-й статей 23-й статей 13 конституционного закона Республики Азастана, что на вытателе имеет право о правах решения действия без действия соответствующих избирательной комиссии или членов, предстоящих избирательной комиссии или суд. В чем заключается нарушение наших конституционных прав? Если в исковом производстве, в отличие от производства по заявлению о защите избирательных прав граждан Республики Азастан и спецпольского разрешения искового заявления согласно пункта 3-й статей 152-й гражданского права на судебной комиссии может не обжаловать данное определение суда первой инстанции, просто исправить недостатки и повторить данное исковое заявление в суд, так как исковая давность нам составляет требования. А в нашем случае мы лишаемся этого права, так как исковая давность, вкладе 27-й гражданского правоценного хороста, составляет всего лишь 10 дней. Вот поэтому мы считаем, что в основном исковом производстве по заявлению о защите избирательных прав граждан и общественных объединений, участвующих в выборах и в республиканском референовании, проведение подготовки к делу к судебному разбирательству должно быть обязательным, и эта норма должна быть закрыта на вкладе 27-й гражданского правоценного правоценного правоста. Иначе малейший недостаток при подаче заявлений может служить поводом для вынесения актов сюда, решающих возможности дальнейшего продвижения гражданского дела, что, соответственно, нарушает его государственные права. Более того, безнаказанность таких действий членов избирательной комиссии может привести к действительности всей избирательной системы в республике Казахстан перед мировым сообществом. Согласно статье 78 Казахстан, суды неправильно применяют законы и ныне нормативные правоакты, выщемляющие закрепленные конструкции права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правоакт, подлежащий применению, выщемляет закрепленные конструкции права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный совет представлением о признании этого акта не конституционных. На основании с должным несоответствием с пункта 2 статьи статьи 13, пункта 2 статьи 78 Казахстан и частью 1 статьи 46 гражданского социального общества Республики Казахстан прошу в суд приостановить производство по операционной частной залоге Казахстана на пределении судья авторского района суда города Алматы от 24 июня 2019 года по делу 2018 и обратиться к Конституционный совет в представлении о признании этого акта суда нарушающих конституционных правах заявления. Нести представление Конституционный совет о дополнении статьи 287 гражданского процесса Республики Казахстан пунктом 1 прим. 1, в котором указали, что по поступившим заявлениям установлены законодательные сроки проведение подготовки к судебному разбирательству обязательны. Ваша честь, мы считаем, что все суды мы проиграли только из-за того, что суды первые станции не провели подготовку к судебному разбирательству. Если бы во время подготовки, хотя я вам на это говорил, что согласно гражданству со своими кодексами подготовки к судебному разбирательству, то здесь пока не достигнет. Если бы провели подготовку к судебному разбирательству, то тот же Кайсан может заняться и тот же ДИСК. Так как дело в том, что там в судебном кабинете написано «приложение видео», но эта функция там в этом портале не работает, я сам лично занял, как следует сказать, что я пока не работаю. По крайней мере, это судебный кабинет без указательств увеличения, что повременно или как-то эта функция у вас не работает. Просто ввели человека за полетели. Человек мог электронов порвать по каждому. Ссылка-то и нет. Ссылка-то и нет. Дело в том, что нет, ссылку ввели, все суда отказаны, они открыто говорят, что надо было сдать CD-диск. На то пошло тогда, зачем тот же Кайсанов он дал за директором обеде. Он мог бы просто прийти через канцелярию, сдать тот же CD-диск, у него был, это не проблема. То, что он является, был наблюдателем, да никому не секрет, так бы его на избирательном часе без этого мандата не запустили. Просто у нас в законодательстве столько противоречия, что наблюдатель здесь становится без помощи. Такое ощущение, что вот это все нужно наблюдателю. А это нужно нашему государству, нашей избирательной системе надо. Глава 27 прочитает, там полностью коллизии они. Если обжалование решения сюда три дня дается, а на обжалование определительства десять дней. Глава 27 будет полностью прочитать, и я его вот иду. Что касается входа к вынесению частного определения об обнаружении бизнеса состава преступления, она имеется в деле. Если у вас будет время, пожалуйста, посмотрите это видео. Посмотрите это видео, там сыры, это на самом деле вы сейчас, я понимаю, вы сейчас должны согласиться от региона права, но там это уголовное наказуемое деяние. То есть смотришь, до четырех лет решение свободы. Там люди, там не то что были вопросы, люди соревновались, они же позор, но больше просят. Это позор нашей избирательной системы, мы должны с этим заняться. Вот все, что я попросил дальше. Я вам говорю, что вы имеете ввиду, что вы в виду, что вы решили, что вы решили? Я ей вопрос. Мне интересно. Сейчас тебе не за это вопрос. Мы не верим, если здесь один человек был. Ты о чем-то ваш самолет обратно? Мы не можем ответить. Конечно, у нас行. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тимур 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok